Аранжировку записал ее муж, и она мне говорит, ну давай, давай интересную историю, да. И она мне говорит, Наташа, каждый день я слушаю Геннадия. Потому что мой Сергей работает там, ну, с музыкой. Да, но я хочу рассказать, вы знаете, мне сейчас вспомнилась история вот этого Сергея. Часика, если вспомнил заедная история, Натозий Сергея. Шеврина, да, это пастор, которого, ну, рукоположил Геннадий, оставил в Казахстане. Он в прошлом был профессиональный музыкант. Он играл на пиано. На классической гитаре. Труба. Ну, то есть все духовые инструменты. И он говорит, я растягивал пальцы, чтобы была хорошая растяжка. Оказывается, нарочно все растягивал прыстите. Для игры на гитаре. А потом он пришел к Господу. И следует, я душил при Господу. И стал немножко отходить от него. И започнил все удраться от него. И он работал на каком-то станке. И работал в завод, вверху, как в машина. И одну руку у него полностью обрезала. И на таракана полную отрезу. Руки пошли в станок. Рецессии ему влязуха в тази машины. Он закричал, но пока остановили машины. И одна рука в пальце переломанной. А вторую руку он принес, ну, положил в пакетик и принес врача. И спросил, что-то можно сделать. И они ему вставили металлические спицы. Я, конечно, покаялся перед Господом. И той оказывает, что я покаял перед Господом. Но, говорит, я подумал, вся моя жизнь... Это была направлена на то, чтобы стать профессионалом. Музыкантом. А какой я музыкант без рук? Да, ну и он, конечно, пережил определенную депрессию. Но вы знаете, ну что делать? Он сел на пульт в церкви. Стал звукооператором. И потом с руками пенсию ему не дали. По инвалидности. Говорят, ну, был бы ты без рук, мы бы тебе дали. Ну, он не может поднять больше килограмма. Ну, максимум 3 килограмма. Ну, что. И он начал учиться заново все делать. Ну, это, я думаю, они приедут и расскажут целую историю, как они выживали. До и до тысячи расскажут целую историю. Гульшара родила ребенка. Гульшара родила детей. У него отрезал он с оперированными руками. С оперированными руками. Денег нет. Няма пари. Квартиру свою он отдал от церкви. Апартамент си ей дал за церковь. Ну, в общем, ну, определенную трагедию они пережили в жизни. Определенная трагедия в свой живот. Ну, самое интересное, вы знаете, он нашел реализацию. Очень интересно, что она имеет реализацию. Он пишет аранжировки к музыке. Пишет аранжировки к музыке. Он сделал студию. Направился в студию. Определенную. И к нему приезжают верующие со всего Казахстана. И говорят, что это лучшая студия во всем Казахстане. И на сегодняшний день он служит другим людям. И счастлив. И счастлив. Очень счастлив. Поэтому я хочу вас вдохновить. Через этот пример, что даже если вы проходите какие-то трудности, написано, что праведнику все содействует ко благу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте мы помолимся за наши финансы. Дорогой Господь.